всем здравствуйте доброго вечера сегодня нам ксения петрова любезно доложит о том как производится интеграция и маппинг данных single cell рнк секвенирования на примере значит двух инструментов harmony symphony вот ксения вам слово благодарю 3 значит я хочу начать с небольшого дисклеймера вот то что я вообще не специалист по синглселлу вот и начала свой путь и в синглселле сервисный путь и где-то примерно с октября прошлого года вот и значит так получилось что я прошла курс который читал серёжа исаев вот этот курс такой вон курс такого молодого бойца по по транскриптомики мне очень понравилось вот я всем его советую и откуда этот доклад вообще взялся из-за того что для того чтобы этот курс защитить нужно было либо делать домашки либо сделать проект который серёжа предложил вот и я решила делать проект и собственно смысл этого проекта включался в том чтобы взять такой алгоритм и который называется symphony и он написан был языке ары просто его переписать на питоне чтобы можно было его удобно использовать на питоне для тех кто любит питон в общем мы это сделали и да вот тут значит ссылка на github курсы если что там есть видео можно посмотреть да курс очень хороший для начинающих и кто хочет погрузиться вот он на русском языке и он такой очень хорошо рассказывает обо всех основах так что можно в принципе после этого спокойно читать все современные статьи про синглсейл и понимать примерно что там происходит вот да значит проектами еще же вместе в конце концов делали вот и вот и вот да мы написали этот пакет периписали на питон и значит вот теперь есть такой пакет symphony pie его можно использовать вот а зачем его использовать можно я сейчас попробую рассказать На самом деле это такая очень маленькая штучка, и Александр очень просил сделать доклад. Я думала, кому это может быть интересно, но я подумала, что это может быть интересно с той точки зрения, что есть много биоинформатиков, которые публикуют свои многочисленные методы, и особенно в области коррекции батч-эффектов и аннотации клетчных типов из-за того, что эти понятия, что такое батч и что такое клетчный тип, они не очень хорошо, не очень точно математически определены, из-за этого очень много методов, которые очень-очень юристические. То есть, что применяя какой-то метод, ты не можешь точно быть уверенна, что он сделает что-то, что тебе нужно. И поэтому, особенно поэтому, очень хорошо, мне кажется, в этой области, когда применяешь какой-то метод, хорошо понимать, что он делает, чтобы не получилось так, что он делает что-то, из-за чего ты сделаешь какие-то неверные выводы. Поэтому я подумала, что на этом примере можно было бы хорошо рассказать, как работают, например, два вот этих метода, и может быть, кто-то будет ими пользоваться, понимая, как они работают, или наоборот, откажется от использования, поняв, что они вообще стрёмные. Значит, это такая мотивация. Доклад, скорее всего, будет суперкороткий, так что, может, это будет самый короткий доклад в дурлоге на всю историю. И в целом, в принципе, проблема в том, что, как бы, да, вот эти методы, Harmony Symphony, они как бы связаны с батч-коррекцией, и проблема в том, что не очень понятно, что такое батч, и каждый датсет, он в этом смысле будет уникальным, и, на самом деле, непонятно, стоит ли вообще когда-то, либо там корректировать батч или нет, но, по крайней мере, есть задачи, в которых это действительно стоит делать. Например, когда ты хочешь построить какой-то атлас, синглсейвный, например, ну, условно, собрать много-много датсетов, и было бы странно, если бы в этом датсете, наверное, батч был бы как-то плохо скорректирован, ну, и, например, клеточные типы бы как-то очень, по батчам были бы очень сильно раскинуты. Поэтому, в принципе, как бы такая задача все равно есть, вот, и она в каком-то смысле хорошая. Вот, значит, и вообще есть куча очень разных методов на эту тему разработанных. Вот один из них, Harmony, был опубликован какой-то, не знаю, года три, что-то назад, в общем, вот. Вот, и, значит, он работает так. Сначала у нас есть несколько датасетов, и эти датасеты у нас могут быть проносированы, могут быть нет, в принципе, для Harmony это не важно. Вот, и у нас есть, например, какие-то эти датасеты могли быть там получены в разное время, они могли там, не знаю, быть получены с разными технологиями немножко. Там можно, не знаю, например, корректировать single nucleus и обычный single cell. И как бы все, что мы хотим или считаем какой-то неправильной вариабельностью, мы обозначаем это как батч. И записываем это все в один датасет и создаем еще переменную, которую бы описывали бы эти условно батчи в виде, не знаю, one-hot encoding вектор, например. И вот, значит, этот метод, он построен так, что у нас есть один объединенный датасет со всеми-всеми клетками. На нем строится сначала PCA, ну, в принципе, можно даже делать не только на PCA, но, в общем, они советуют делать это на PCA. Значит, строится PCA по этому датасету, и потом все вот эти клетки, они разбиваются на много-много маленьких кластеров. Потом каждая клетка осайнится к кластеру с помощью специального алгоритма, о котором я чуть попозже расскажу, и этот алгоритм, он устроен так, что он пытается засайнить, во-первых, каждую клетку сразу нескольким кластерам, это так называемый софт-кластеринг, а кроме этого он пытается как раз для того, чтобы сделать батч-коррекцию, пытается каждый кластер сделать максимально вариабельным по батчам, то есть он пытается сделать так, чтобы в каждом кластере было максимально представлен разнобазие батчей, чтобы не получилось так, чтобы как раз каждый кластер состоял из конкретного батча, к чему склонны датасеты с батч-эффектами сильными. После того, как эта кластеризация произошла, этот алгоритм пытается для каждого кластера по отдельности вычесть то, что, вычесть батч-специфичную часть PCA, при этом он это делает линейно для каждого кластера. Сейчас я чуть поподробнее рассказать. В общем, смысл в том, что мы делаем сначала кластеризацию и потом корректируем PCA линейно по батчу. И делаем это итеративно, пока у нас не наступит какая-то сходимость, в том смысле, что результирующие PCA будут уже не сильно отличаться при каждом следующем шаге. Таким образом, у нас есть два шага. Один шаг – это кластеризация, и второй шаг – это коррекция PCA. Кластеризация в этом алгоритме используется так называемая soft-convince кластеризация. И вот здесь есть формула, и она состоит из трех частей. Первая часть – это, скажем так, стандартный комминс кластеризации. Вот эти RKI – это условно каждая клетка принадлежит кластеру или нет. Если бы это был обычный hard комминс кластеризации, то RKI была бы либо ноль, либо единицей. И мы бы минимизировали бы вот такую вот норму, где Y – это центроиды каждого кластера, а Z – это координаты каждой клетки. И мы бы считали бы, для каждой клетки, которой мы решили, что она принадлежит к этому кластеру, мы бы хотели минимизировать квадрат расстояния от этой клетки до центроидов. Но мы хотим, поскольку вот такая вот hard кластеризация была бы, наверное, не суперхороша для коррекции бач-эффекта, делается специальная такая софт-кластеризация, в которой каждой клетке позволяется принадлежать не только одному кластеру, а сразу условно нескольким кластерам. Но при этом вот эти суммы вероятности клетки принадлежать какому-то из кластеров, она суммируется в единицу. И для того, чтобы заставлять клетки принадлежать не только одному кластеру, а сразу нескольким кластерам, добавляется вот этот второй член, который называется entropy-regulization, который, минимизируя который, то есть минимизируется вся вот эта сумма, минимизируя который клетки, они как бы, их энтропия по принадлежности к разным кластерам, она увеличивается. И за счет вот этого члена, который можно увеличивать или уменьшать за счет увеличения и увеличения сигмы, как бы каждая клетка, она начинает принадлежать большему или меньшему количеству кластеров. А для того, чтобы это сделать еще с точки зрения, как бы хорошей кластеризации с точки зрения бач-коррекции, они еще добавляют вот этот третий член, который условно пытается делать, максимизировать как раз состав кластера по бачам, чтобы каждый кластер максимально содержал себе наибольшее количество бачей. В общем, такая вот штука. И хорошо, что эта минимизация очень легко и просто решается. И они могут, просто решив задачу с констрейном по сумме этих, чтобы сумма принадлежности кластера выравнялась единице, они решают обычную задачу минимизации. То есть множество лагранжа и находят эти РКИ, то есть условно каждая клетка, насколько она принадлежит к какому кластеру. И после этого, когда мы посчитали эти РКИ, они делают второй шаг, они делают коррекцию. И для того, чтобы сделать коррекцию, они используют так называемый linear mixture model correction. И что важно здесь, что эта коррекция у них линейная. Для того, чтобы это сделать, они говорят, что вот эти вот Z, это просто PC и координаты каждой клетки. Они говорят, что эти PC и координаты каждой клетки, они зависят от того, какому кластеру принадлежит эта клетка и какому бачу эта клетка принадлежит. И условно они решают просто обычную задачу линейной регрессии для того, чтобы вычесть все, что можно как бы условно приписать принадлежности к каждой клетке и каждому бачу. И поскольку это обычная задача линейной регрессии, они просто используют формулу для линейной регрессии, которая считает оборотную матрицу, что на самом деле не очень хорошо, но они правда именно так и делают. Но проблема у них еще в том, что на самом деле эта матрица выреждена, и поэтому они добавляют сюда еще регуляризационный член и считают на самом деле не совсем эту матрицу, а просто еще с добавленной диагональной матрицей с коэффициентом еще 1 лямбда. Ну и как бы из этих двух шагов на самом деле следует то, как этот алгоритм работает и что он условно будет ваших данных считать за бачу, что не будет. и, например, если у вас есть какой-то датасет, то есть у вас есть несколько датасетов, которые вы интегрируете, и есть какие-то клетки, которые, например, присутствуют только в одном датасете, вот из-за вот этой вот commits interpeer regularization, скорее всего он эти клетки как-то тоже не ставит в стороне и постарается их переписать к какому-то кластеру для того, чтобы вот как раз из-за того, что он пытается сделать вот эту вот регуляризацию, что каждый кластер должен содержать себе много бачей. Поэтому для таких случаев, когда в каком-то из кластеров у вас есть какие-то клетчатые типы, которые в других не присутствуют, этот алгоритм будет скорее переинтегрировать ваши датасеты. Это значит, во-первых. Во-вторых, что следует из второго шага, что он линейен по бачам, то есть если, например, у вас есть несколько бачей, там, не знаю, у вас там есть, не знаю, ну там условно пол пациента и там, не знаю, дата взять чего-нибудь у этого пациента, то он будет линейно каждый бач пытаться вычесть. И еще, да, еще то, что этот метод предполагает, что вы изначально знаете, какие у вас есть бачи в данных, и он, например, есть какие-то алгоритмы, которые, например, позволяют искать латентные бачи. Здесь как бы бач, он задается изначально в ваших данных, и он будет корректировать только на их. Но это как бы приводит к тому, что в каком-то 21-м году вышел большой-большой бачмаркинг по методам интеграции тассетов, и как раз получается, что вот этот алгоритм, вот Harmony вот здесь представлен, авторы этого бачмаркинга, они проделали очень большую работу и смотрели, насколько каждый алгоритм из интеграции сохраняет биологическую, биологическую вариабельность датасети и насколько он хорошо интегрирует бачи. И они как раз и показали, что на их бачмаркинге этот метод, он хорошо справлялся с небольшими бачами, которые, ну, в каком-то смысле были такие еще линейными. И он хорошо справлялся, ну, да, с таким и несложными бачами. При этом он очень хорошо справился с ними, но плохо справлялся с какими-то очень-очень сложными ситуациями. И если, например, действительно каких-то клеток не было, точнее, какие-то клетчатые типы были только в одном типе датасетов, в одном датасете, то он их и мог случайно переинтегрировать. Вот. Ну, аж за то, что очень круто в этом методе, что он позволяет очень классно обобщиться на тот случай, если у вас есть очень какой-то большой набор датасетов, и вы не хотите прямо их каждый раз интегрировать, а вы хотите, ну, например, у вас есть большой набор хорошо проинтегрированных датасетов, и вы можете один раз их проинтегрировать, и потом использовать это в качестве референса с помощью того же самого Harmony, но чуть-чуть модифицированного таким образом, что условно вариабельность, которая отвечает референсному датасету, она как бы один раз посчитана с помощью Harmony, она уже заморожена, а все остальное, что вы делаете, это вы берете ваш маленький query датасет, который вы хотите замапить на этот референс, и решаете ту же самую задачу Harmony, но только для этого маленького датасета. То есть, условно, у вас есть вот эти вот, значит, хорошие, большие пронатерные датасеты, и для них вы уже все посчитали, проинтегрировали, и вы считаете, что в этом датасете уже условно нет бача, как будто бы, и у вас есть вот эти вот модифицированные PC координаты этого датасета, и есть какие-то кластеры, которые вы для них уже посчитали, и считаете, что это хорошие кластеры. Вот, и как бы что вам тогда нужно просто сделать для вашего маленького датасета, вы считаете для него PC как будто бы это референсный датасет, то есть вы используете джин-лоудинг с такой же, джин-лоудинг с такими же, как и были при подсчете PC для вот этого референсного большого датасета. И те же самые кластера вы используете, и просто клетки квери вы мапите в этот PC и осайните им вот эти вот кластера, которые были, и точно так же линейной коррекцией вы делаете, делаете линейную коррекцию для бача. И получается, что этот метод, он как бы очень легко и просто получается, обобщается вот на этот случай, и считается супербыстро, но при этом опять возникает проблема, что если у вас, например, в референсе не было какого-то клеточного типа, то он как бы спокойно этот алгоритм замапит ваши клетки в какой угодно клеточный тип, и он даже не заметит, потому что он, ну, скорее всего, он как бы просто поправит это и посчитает, что это какой-то вот отдельный кластер, он просто возьмет и поправит его линейно на какой-то из кластеров, которые уже были в датасете, в референсе. Вот, ну, короче, такие ограничения у этого метода. Вот, и, собственно, например, мы проверяли, что будет, если взять какой-то обычный TPP-C датасет и убрать из него, например, один из видов моноцитов, не помню, по-моему, ну, например, убрали моноциты 16+, наверное, вот, и как бы замапили квери датасеты, и получается, ну, что действительно моноциты, которые были там, они, как бы, ну, просто приходятся тоже на те же самые моноциты, но хотя здесь они оказались в отдельном кластере. Вот, ну, то есть, как бы, да. Вот, я бы, что, да, на этом, как бы, все. Ну, еще раз, я хотела, на самом деле, хотела, чтобы мораль получилась такой, что, ну, во-первых, что действительно, когда используешь эти методы, хорошо понимать, как они работают, потому что, понимая, как они работают, ты можешь понимать, какие есть ограничения у метода, и понимать, что они могут сделать с своими данными, и поскольку это все очень какие-то приблизительные юристики, как бы, вот эти вот штуки, ну, они прям очень, ну, как бы, непонятно, что они могут сделать конкретно с своими данными, могут, нету какой-то доказанной теоремы, и, ну, что, вот эти методы будут работать хорошо или нет, и, как бы, каждый метод в каком-то смысле подразумевает свое такое описание того, что есть бач, а что не является бачом, вот, и поэтому хорошо понимать, что делает метод, вот, это, во-первых, а во-вторых, что я хотела сказать, что, в принципе, кажется, что многие информатические статьи, статьи, на самом деле, методы, они не содержат в себе какой-то очень сложной математики, вот, и не очень страшно читать эти статьи, вот, и лучше действительно хорошо разобраться с тем, как работает метод, и пользоваться им, и понимать его ограничения, чем пользоваться каким-то непонятным тебе методом, вот, ну, на этом я бы, что все, спасибо большое за внимание, вот, если вдруг есть какие-то вопросы, я буду рада ответить. Вот подскажи, вот, в этом, в Symfony, там референсные датасеты, они как-то интегрируются же, да, они, что они используют для интеграции референсов? Вот, они используются как раз в Harvard, ну, как бы, на самом деле, просто они просто на халяву написали две статьи, хотя бы, ну, ладно, да, в смысле, вот, они сделали Harmony, и, на самом деле, в этой статье в Harmony они уже написали, что, в принципе, там можно просто, и это очень просто использовать для того, чтобы делать референсный датасет, и замороженный, так сказать, и референсный датасет, вот. Ну, получается, что для того, чтобы запустить Symfony, сначала запускается Harmony, как бы его можно запустить один раз, и можно даже не хранить потом все, ну, там, экспрессии, просто там запоминаются вот эти вот кластерные центроиды, и запоминается, как делать PC, и потом ты можешь использовать этот как бы небольшой, не тяжелый кусочек информации для того, чтобы мапить любой другой датасет, и вот. Там еще в чате Александр спрашивает пояснить про линейную коррекцию. На питоне какие-либо использовали кластеризации? Ну, тут она такая, кастомная кластеризация, и просто мы ей написали, вот. Ну, там не сложно, там, как бы, они, ну, посчитали по формуле, как это быстро делается, вот. В обзоре бенчфарки какой метод оказался лучше? Ну, как бы, это тоже вопрос. Ну, во-первых, бенчмарк и бенчфарку рознь, и тут, как бы, они прям сделали очень много датасетов, и сделали очень много сравнений, но все равно, возможно, он какой-то немножко байсный, вот. Вот, но они говорят, что, вот, по их мнению, там, например, скандорамы хороший метод, и там, и CVI, и CNV, и вот, например, по-моему, и CNV, если я не ошибаюсь, это метод, который делает интеграцию, но при этом он использует информацию о аннотации, вот. Потому что, например, вот Harmony, он, поскольку, он, как бы, не использует никак информацию об аннотации, он разбивает датасет на кластеры самостоятельно. И он, как бы, считает, что он хорошо разбивает на кластеры, и они, как бы, даже если их, как бы, если, например, было бы опасно, что их, там, не знаю, будет слишком много, но и за счет вот этой комминс-кластеризации это, как бы, немножко нивелируется, и, в принципе, что, как бы, в смысле, софт комминса кластеризации, вот, типа, что не страшно, что, если будет слишком много, вот, а вот эти вот, например, которые используют информацию об аннотации, они могут что-то, ну, если аннотация действительно хорошая, они могут это сделать как-то более лучше, потому что у них есть дополнительная информация, более лучше, да. Вот, ну, и, да, они скажут, что вот эти вот методы, как бы, по их мнению, самые нормальные. Но при этом, как бы, есть, конечно, везде трейд-офф между коррекцией, коррекцией именно бача и оставлением биологической какой-то вариабельности в датасете, они там пытались проверять, кроме того, чтобы аннотация была правильной, ну, в смысле, ну, как бы по соседям, чтобы это выходило правильно, что там клетки одного типа соседей клетками того же типа, вот, они еще пытались проверять, насколько сохраняется там, насколько сохраняется клеточный цикл, как-то еще они как-то проверяли, насколько сохраняются какие-то тариктории, вот, я не очень подробно в этом разбираюсь, поэтому я очень подробно это не смотрела. Ну, в общем, короче, они пытались сразу со всех сторон посмотреть, и, в принципе, если, например, есть какая-то конкретная задача, то можно, например, пойти почитать эту статью и подумать, ну, для моей задачи, наверное, вот этот метод будет самый лучший, потому что вот он вот это хорошо делает. Вот. Опять-таки, как бы, единых ответов, конечно, нет. Вот. Потому что каждый метод, он как-то по-своему работает, и в зависимости от того, как этот метод работает, как бы, определение бача будет меняться. Вот. И поэтому сложно сказать, какой метод самый лучший. Ага. Проверительную коррекцию. Так. Ну, это как бы, да, самое сложное объяснимое. Объяснимое. Ну, короче, просто. Они говорят, что каждая клетка, PCA, каждая клетка, PCA-мбейдинг, он, это, условно, сумма какой-то, условно, центроиды каждого кластера, которому эта клетка принадлежит. Ну, ладно. Нет, если забыть про софт-кабинс, просто вот, например, клетка принадлежит к какому-то кластеру, и ее PCA-координаты, это, они объясняются как бы биологической, ну, биологической какой-то сутью, что вот эта клетка принадлежит этому кластеру, ну, то есть, условно, какому-то клеточному типу или клеточному стейту. Вот. И еще сумме, сумме условных таких PCA-векторов, которые отвечают за то, что это конкретно какой-то батч. Например, не знаю, условно, что там, не знаю, клетка там женского пола, она там, не знаю, ну, не знаю, донора женского пола, она типа там, например, вот где-то была бы тут, а клетка там донора мужского пола была бы где-то тут. Вот. И она, вот эта как бы линейная коррекция, она заключается в том, что вот этот вот батч-пол, он будет, как бы, скорректирован так, что клетка будет, вот эта вот условно-разность обусловленная полом, она будет вычтена. Вот. Но эта разница, она оценивается просто как линейные, линейные регрессионные обычные переменные. Вот. Ну, в общем, короче, я пыталась. Вот. Все, пока вопросы больше нет. А получается то, что это батч-эффект относительно того, что разные типы клеток могут быть очень похожими, правильно? А если говорить о биологических репликах, это тоже работает? Сейчас поговорим. Батч-эффект относительно того, что... Нет, можешь повторить, пожалуйста. Ну, вот есть биологический, технический реплик, допустим. А здесь идет речь об батч-эффекте, который обосредован именно биологическим репликами или техническим? Сейчас. Биологические реплики – это когда, например... Нет, ну, как бы и то, и другое может быть, конечно. Ну, технически – это когда, условно, ты предполагаешь, что все биологические являются константами, и ты просто, не знаю, запускаешь на разных дорожках в секвенаторе. По-моему, это вроде обычно так. Но тоже типа есть. В каждой задаче, возможно, что будет какое-то свое понимание о том, что в этом смысле является тут именно биологическим батчом, что является техническим батчом в этом конкретном смысле, а что вообще не является батчом, и ты хотела бы, чтобы оно стало. Но если, например, у тебя вот в этом конкретном методе, если у тебя вот какой-то биологический батч, условно, смешан с тем, что ты хотел, чтобы у тебя осталось, в том смысле, что, например, у тебя есть какой-то клеточный тип, только в одном датасете, и он еще примешан с каким-то, не знаю, и ты считаешь, что в этом датасете есть еще технический батч, то, скорее всего, этот метод не сохранит вот эту биологическую штуку, он просто его, скорее всего, вычтит как-то. Я вот еще думал то, что это тоже называется батч-эффектом, когда у нас ты рассказывал то, что есть моноциты, и они немного отличаются по каким-то, но в целом они группируются вместе, но их можно еще как-то, не знаю, дефинцировать в одной группе. Это тоже считается батч-эффектом, или это по-другому называется? Вот там, где сидели 16 моноциты и просто моноциты. Ну, нет, это как раз типа не батч. Это то, что ты хотел бы изучать, как раз в целом эти колесные типы, что вот есть еще такая более подробная квалификация. Ну, это, как я, это в истории, вроде это не батч. Ну, типа да, как раз колесные типы – это скорее биологическая вариабельность, которую хотелось бы максимально сохранить, ватч, но при этом, чтобы можно было как-то анализировать. Слушай, а это не так, что мы берем вот батч, то есть кластер зафиксировали, берем один батч, находим его центр, берем другой батч, находим его центр, и потом просто, ну, центр совмещаем линейно так, то есть из каждого вектора вычитаем разницу центров. Это я неправильно понимаю? Сейчас, наверное, подумать. С каждого… Ну, сейчас, погоди. Ну, вообще, наверное, приблизительно можно так сказать. Я не совсем уверена, что вот эта математика именно так работает, но приблизительно, приблизительно, наверное, это так. Вот. Вот именно насчет того, что там будет центр батча, в каком-то смысле, то есть, может, это в каком-то смысле будет центр, но я не совсем знаю, какое именно тут должно быть понятие центра. Ну, то есть, центр можно считать по-разному. Вот. Вот. Нет, ну, просто среди всех векторов в этом кластере и батче. Центройт. Ну, да, скорее всего, скорее всего, да, я думаю, что можно так сказать. Да, ну, с учетом вот этой вот мягкой кластеризации. Ну, там у нас же сдвиг получается не то, что у нас там во всех клетках один и тот же сдвиг в одну и ту же сторону, там на одно и то же расстояние. Мы же тут как бы разные клетки в разные стороны можем двигать. Вот это происходит за счет вот этой как раз мягкой кластеризации, что каждая клетка, она как бы условно уникальна по набору кластеров, которым она принадлежит. Вот. И поэтому для каждого кластера мы считаем вот эту вот коррекцию однозначно. Но при этом каждая клетка, она там каждому кластеру принадлежит на какой-то свой уникальный, уникальный, ну, вот уникальное вот это вот РК распределение. Поэтому для каждого кластера эта бач-коррекция, она будет одной, но при этом каждая клетка принадлежит разным кластерам с разными рисами. Такая, в общем, штука. Ну, в общем, наверное, на этом всего. Спасибо всем большое за прослушивание. Спасибо тебе. Пардон, еще момент. Я просто тут недавно сидел, но, наверное, может быть, уже не под запись, просто после. А, ну, окей, да. Выключаем, да?